Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя наша тема – пороки сердца. Лектор, ассистент кафедры факультетской госпитальной терапии Бухарсного государственного медицинского университета ОМОНов Мухаммад Кумилович. Пороки сердца – это врожденные или приобретенные структурные дефекты клапанового аппарата, подклапанных структур, камер сердца, перегородок, отходящихся от судов, проводящие системы, сопровождающиеся нарушениями гемодинамики, предрасполагающие к развитию сердечной недостаточности, нарушению ритма, инфекционного эндокардита. Пороки могут быть врожденными и приобретенными. Приобретенные пороки сердца – это стойкое органическое поражение клапанного аппарата, различные теологии, вызывающие нарушения гемодинамики. Актуальность проблемы распространена из приобретенных пороков сердца в мире 2,5%. Диагностика до настоящего времени остается неудовлетворительной. В структуре приобретенных пороков сердца лидируют ауртальные пороки. Из них ауртальность 30%, а ауртальная недостаточность 14%, в сумме 44%. Метральные пороки 35%, всех приобретенных пороков из них. Метральные недостаточность 25%, метральные структуре 10%. Этиология дегенеративных изменений клапанного аппарата. Это кальциноз, липоидоз, миксоматозная дегенерация, чаще поражается ауртальный клапан. И ревматизм в 42% случаях, чаще поражается нейтральный клапан. Инфекционная эндокардиация – 12% всех приобретенных пороков. ИБС – это 10-8%. Реже – СКВ, ревматозный артрит, склеродермия и сифилис. Этиология при недостаточности клапанов в большинстве – это ревматизм, дисплазия, соединительные ткани, старческая дегенерация, инфекционный эндокардиация, атеросклероз, расширение клапанного кольца, разрыв клапана, повреждение хорты, сосочковых мышц, сифилистический ауртит. А при стенозах – это ревматизм, атеросклероз и старческая дегенерация. Клиника определяется нарушением гемодинамики. Это может быть перегрузка объемом, перегрузка сопротивлением. Недостаточность метрального клапана. Порок, в результате которого метральный клапан не закрывает полностью отрывентрикулярные отверстия, и кровь во время систолы левого желудочка поступает обратно в левое предсердие. Такой обратный ток крови называют регергитацией. Причины недостаточности метрального клапана могут быть органическими. Непосредственное поражение метрального клапана – это ревматизм, атеросклероз, инъекционный эндокардит, врожденные аномалии. Может быть относительным. Расширение кольца метрального клапана при дилатации левого желудочка, дисфункция популярных мышц, отрыв хорты. Здесь мы можем увидеть нормальную гемодинамику. А здесь это гемодинамика при недостаточности метрального клапана. Мы можем увидеть поврежденные створки метрального клапана плотно сомкнутся, и когда левая желудочка сокращается, выталкивает кровь в аорту, часть ее возвращается в левое предсердие. Мышечная стенка левого желудочка вынуждена работать интенсивнее, и она гипертрофируется, становится толще и мощнее. Клиническая картина развернутой стадии недостаточности метрального клапана характеризуется следующими. Жалобы на одышку при небольшой физической нагрузке, сердцебиение, перебои в деятельности сердца, отеки, чувства тяжести, правом подреберье за увеличение печени, редко боли в области сердца. При осмотре можем увидеть акрацианус, отеки ног, легкие картина застоя, ослабление дыхания в ненех отделах хрипы, усиленный разлитый верхушечный толчок со смещением влево, при перкуссии расширение границ влево-вверх, а позже и вправо. При аускультации ослабления первого тона, систолический шум над всеми точками с максимумом на верхушке, пульс и АД обычно не меняются. Клиническая картина в основном представлена синдромом сердечной недостаточности, синдромом кардиомегалии, синдромом аритмии, проявлениями основного заболевания. Метод исследования. На этом ЭКГ мы можем увидеть признаки гипертрофии левого предсердия в виде удвоения зубца П и признаки гипертрофии левого желудочка. Ниже мы можем увидеть фонокардиографию и систолический шум на фонокардиографии. ЭКГ картина регургитации. Здесь тоже мы видим регургитацию. Здесь тоже значит ЭКГ-П изнаки гипертрофии левого желудочка и предсердия. Метральный стеноз. Метральный стеноз – порог сердца, при котором сужение левого предсердия желудочка в отверстие, создает препятствие для поступления крови из левого предсердия в левый желудочек. Клиника метрального стеноза определяется степенью сужения левоперитерно-желудочкового отверстия, величиной ингредиента давления между левым перитерзием и левым желудочком и вверженности легочной гипертонии. В зависимости от площади метрального отверстия выделяют несколько степеней метрального стеноза. Легкий метральный стеноз, площадь отверстия от 2 до 4 квадратных сантиметров, умеренный метральный стеноз от 1 до 2 квадратных сантиметров и тяжелый метральный стеноз, когда площадь отверстия меньше 1 квадратных сантиметров. Жалобы больного на одышку и кашель при небольшой физической нагрузке, сердцебиении, перебои в деятельности сердца, отеки, чувство тяжести, правом подребии, редко боли в области сердца, либо между лопатками при ротации левого прицельния, осмотр, окрация нос, отеки ног, в легкие картины застоя в малом круге, ослабление дыхания в нижних отделах, хрипы, пальпация в области верхушки сердца в ряде случаев выявляет так называемое диастолическое кошачье мурлыкание. А при увеличении правого желудка усиленный разлитой сердечный толчок, при перкуссии расширении границ вверх, опозже и вправо, при аускультации ритм перепела, диагностический шум с максимумом на верхушке, акцент и раздвоение второго тона на линочной артерии. Пульс, пульсус дифференс. Здесь больной с лицом в виде метральной бабочки, изменения в лице. На рентгене мы можем увидеть увеличение контура левого предсердия, правого предсердия, отклонение пищевода по дуге большого радиуса. На ЭКГ очень частное нарушение ритма в виде фибрилляции предсердия. При сохраненном синусевом ритме мы можем увидеть метрали и признаки гипертрофии правых камер. В фонокардиографии мы можем увидеть картину диастолического шума. Наиболее важными диагностическими признаками стеноза метрального клапана являются гипертрофия, дилатация левого предсердия, правого желудочка, выявляемые мые при пальпации, перкуссии сердца. Мелодия метрального стеноза, хлопающий первый тон, акценты расщепления второго тона на линочной артерии, тон открытия метрального клапана и диастолический шум на верхушке сердца с перисистолическим усилением. Клинические признаки застоя крови в малом и большом кругах кровообращения. Недостаточность клапанов аорты Недостаточность аортальных клапанов, порой при котором створки полулунного клапана не закрывают полностью аортальные отверстия и во время диастолы происходит обратный ток крови из аорты в левый желудочек. Этиология, рематический эндокардит, септический эндокардит, атеросклероз, расслаивающая аневризма аорты, травма, сифилиз, врожденные пороки клапана аорты. Клиника синдрома сердечной недостаточности с ощущением выраженной пульсации, особенно лежа на левом боку. Синкопы при нагрузках потери сознания, при физической нагрузке. Синдром стенокардии, синдром артериальной гипертензии, синдром аритмии. При осмотре определяется бледность кожи, пляска каратит, пульсация сонных артерий, симптом демиссерии, ритмичное покачивание головы вперед и назад в соответствии с фазами сердечного цикла. Симптом квинки, капиллярный пульс, симптом ландольфи, пульсация зрачков в виде сужения и расширения. Пальпаторно, верхочный толчок значительно усилен за счет гипертрофии левого желудочка, разлитой и куплообразной. Пиркуторно определяется резкое смещение левого и границы относительно тупости сердца влево. При аскультации диастолический шум на аурте, в точке бодки, ослаблении вторых и первых тонов сердца. Пульс становится скорым, высоким, большим и быстрым. АД высокая систолическая, низкая диастолическая. Здесь на фото мы можем видеть пляска каротид и изменение пальцев. На ЭКГ можем увидеть признаки гипертрофии левого желудочка. На этом ЭКГ. И фонокардиографическая картина определяется диастолическим шумом. Значит, ЭКГ, картина регургитации. Стеноза аортального клапана. Порог. Сердце связанное с сужением устья аорты, что создает препятствия для прохождения крови из левого желудочка в аорту. Нагрузка сопротивления. Этиология. Ревматизм, атеросклероз, врожденные аномалии, инфекционная эндокардия. Клиника. Порог может длительное время протекать бессимптомно. Головокружение либо СНКП, синдром сердечной недостаточности, синдром слонокардии. Осмотр. Характерная бледность кожных покровов. При пальпации перкуссии усилены и смещены влево до 5-6 межреберия. Верхочный толчок. Систолическое кошачье дрожание во втором межреберии справа. При аускультации. Грубый интенсивный систолический шум в зоне аускультации. Аорты и разнообразные изменения вторых и первых тонов, чаще их ослабление. Инструментально. При фонокардиографии можно увидеть систолический шум, а на рентгене увеличение левого желудочка. ЭКГ картина, опять же, гипертрофия выраженной и нарушение липоляризации. ЭКГ картина турбулентного тока крови. Стратегия лечения приобретенных пороков. Хирургическая основная метод лечения приобретенных пороков в сердце. Консервативное лечение основного заболевания. Профилактика устранения симптомов сердечной недостаточности. Нормализация ритма. Профилактика тромбомболических осложнений. Факторы, влияющие на развитие сердечной недостаточности при приобретенных пороках. Поражение миокарда. Первичные миокардиты. Вторичные ИБС и кардиосклероз. Перегрузка с сопротивлением. Объемом смешанная. Диастолическая дисфункция. Нарушение функции сна. Систолическое, диастолическое и либо их сочетание. Гиперактивация симпатодреналовой системы. Гиперактивация ренин-агетензин-альдостероновой системы. Определяется сердцебиением, одышкой, отеками, утомляемостью, мышечной слабостью, акрационозом, нектурии. Цель консервативной терапии. Спасибо за внимание.